всем привет дорогие друзья и гости канала рад вас приветствовать на своем канале сегодня поделюсь немножко с вами своими новостями планами сегодня у нас уже 14 число всех со старым новым годом уже наступившим так разговор будет у нас о плечистых уточках кто смотрит мои видео знаете что ко мне приехали новые плечистые утки вот таких три утака два молодых один старый и приехала 2 черноплечих утки вот одна стоит там другая ходит и одна голубоплечье и 2 приехала вот таких голубых белогрудых так как они все родственники мне нужно им было найти другого уток а ну искали искали оказывается у нас по украине не так много людей которые занимаются таким окрасом мускусных уток если я не ошибаюсь то их только два человека и практически уже что-то купить ближе к весне невозможно то есть если хотите покупать взрослую птицу то ищите осенью это самый оптимальный вариант самое подходящее время люди распродают молодняк так что это лучше всего тогда формировать для себя семьи ну еще удалось найти одного уток а если все будет хорошо то этот утак приедет я уже тогда сформирую новую семью я все пять уточек посажу вместе к ним пущу нового утока и они будут жить совсем другом хозяйстве я этих уточек перенесу своей знакомой у нее там огромный двор у нее мускусов сейчас нет она раньше держалась сейчас не держит она согласилась их держать у себя то есть им там будет хорошо они будут там жить сами у этой хвост оторвался и будут жить с новым утоком это все я вам потом засниму так что вот такие новости по нашим мускусным уткам ну а три селезня пока остается у меня на хозяйстве три селезня получились вот такие плечистые вот их не папашка нужно будет ему выделить каких-то уточек посмотреть что от него получится ну а это мои белые утак бегунки здесь уточки идут это обычные вот уточка и вот там чисто голубая вот та что прилетела голубая утка так она и осталась еще поиграемся с плечистыми утками посмотрим как они будут разводиться какой процент у них будет плечистости что они будут нам выдавать и какие будут у них окраски что будет у них по весу у нас вчера был заморозок небольшой был минус но небольшой а сегодня утром даже нет никакой изморозки сейчас они отсюда капусту подостают сейчас выпущу индюков вот смотрите как они там ищут отходы а сегодня такая погода хорошая наверное градусов 7 у нас тепла хорошо что хоть не дождя не слаг не слякоти нет а то было бы болото ужасное вот так они кушают листья с капусты проросший лук очистки с яблок все они это выбирают это здесь еще не все те в сарай зашли я их закрыл с индюками сейчас я их открою эти уже идут обратно думать что я уже кушать принял там им только воды налил думают ах обдурил нас сюда пришел этих кормить и нас только водичкой выходят красавцы индюки здесь не сидят индюки сразу берут на тот двор делают круг почета через забор и на огород нужно делать тоже там крытый выгул для них потому что соседи недовольны хотя ничего на огородах нет но все равно немножечко скрипят зубами я конечно выпускаю пасу когда их выпускаю но они умудряются без меня выходить погулять все убежали все отсюда побежали туда сейчас им там сыпать насыпают потому что здесь болото грязь они рассыпают зерносмесь и она все втаптывается в болото посмотрели что там кушать нет и возвращаются обратно так ну пускай побегают сейчас мы с вами пойдем на тот двор ну пока еще здесь хочу сказать вам индюки продолжают нестись несутся хорошо уже немного насобирал нового яйца после того как заложил в инкубатор в инкубаторе начали наклевываться вроде бы цыплятки как-то очень и очень медлительно нет такого как было у меня раньше с простыми как я уже говорил то есть заложил через девятнадцать дней начали они пищать на 20 день активный вывод на 21 день уже ничего не вылуп не вылупливается а здесь у меня получается уже 21 день как сегодня 21 день сегодня будет вечером 10 часов вечера они только-только начали некоторые подписывать и пробивать скорлупу мне все-таки кажется что это повлияло на то что у нас тогда пропадал свет и немножко пошло торможение в их развитии но уже как будет так и будет практически все пришли сюда и смотрят хорошо что кушать не даешь корма стремительно заканчивается было вот все до крыши а сейчас смотрите сколько уже кормов у меня нет в этом году не получилось взять мучка у нас называется мы брали всегда на мельнице эти делают муку там у них был отход оно такое как высевки с крупкой шелухой очень хорошее она была напаривалась очень хорошо ними можно было обмешивать и тыкву и свеклу и так запаривать она хорошо распаривалась это очень было хорошо потому что там микробка мелкая была и вот и шелуха то есть они им наедались можно было заменять зерно потому что там было мелкое зерно вот этой в этой мучке ну а в этом году меня подвел этот поставщик я всегда не убрал 50 60 мешков в этом году он пообещал я три раза звонил да 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 будет он обещал но и так до этой поры он ничем не и не привез здесь посаженный чеснок который садился первого числа морозов нет так что я думаю что все с этим чесноком здесь нормально тем более он укрыт хорошей мульчой так что это было не поздно то еще не успел посадить чеснок я думаю это еще можно сделать потому что еще целый месяц говорят будет тепло главное глубже посадить хорошо укрыть и вы еще будете чесноком так что можете не переживать еще смело посадить то что вы не успели посадить здесь вот а земляшу вывозилась где корова стояла здесь и навоз и земля здесь и землю убирать для того чтобы потом подсыпать песка и глины здесь вот куры все по убирали все идем на тот двор здесь у меня такой хлам не убрано все подорастало у соседей чистенько все покошено у меня все не как у людей погода конечно интересная зима не снега не мороза что-то такое необычное сейчас то она конечно хорошо но страшновато когда в марте или в апреле выпадет весь снег который не выпал зимой вот тогда будет нехорошо запах какой-то интересный чем-то таким приятным пахнет как будто кто-то надушился каким-то сладким ароматом таким отдает это здесь мой красный индюк был выпустил их погулять он приперся сюда здесь молодые ходили гуляли и он драку здесь устроил сейчас буду открывать здесь птичек и покажу вам сюрприз уже пришли на ночь переворачиваю тазики чтобы вода не оставалась и тазики были чистые ну все практически все вышли так что у меня уже не так много птицы на том дворе немножко а здесь вообще уже мало так мало у меня еще не было так все вышли пошли кушать вот мои бегуночки осталось две утки два селезня кто смотрит черного селезня мне нужно этого убрать нужно его зарезать и хоть посмотреть какой в нем будет вес и что это за мясо во лебедь ну а уточки начали уже не стись вчера было уже первое яйцо вот смотрите она идет в сарай а я как раз здесь сижу сейчас я выйду посмотрите как она мостится интересно вот здесь прямо при дверях сделала себе гнездо здесь стоит коробка где индики несутся и гнезда они здесь себе практически возле коробки сделали гнездо и вот уже лежит яйцо на камеру конечно плоховато отображает такой светло-светло бирюзовый у них оттенок вот они здесь уже несутся это яйцо было вчера то есть 13 числа бегуночки занеслись вот такие красотки слышите как она прикрякивает сейчас я уйду пускай заходит потому что вчера яйца видимо не было будет нестись сегодня эти радуются тепло бегают летают вот эти пошли драконы ну а это всегда разговаривать со мной остается вот смотрите пошла пошла и они идут за ней ближе не подойду потому что испугаются но она так интересно крякчит так смотрит в это свое смастеренное гнездо интересно за ней наблюдать сейчас она там спрячется и смотрит смотрю ли я очень интересная птичка конечно смотрите вот все сейчас туда она нырнет мне кажется несется только одна вот эта посветлее осталась одна светлее и одна темнее интересная конечно птичка мне они очень нравятся хочется чтобы еще какой-то окрас был а то у меня они только темные и на том дворе что я себе купил они тоже темные орликина уехала в Полтаву селезень орликина уехал в Харьков с одной уткой и у меня остались только темные так что вот так друзья вот такие у меня новости еще раз хочу сказать о канале птицевод с нуля там заставка поменялась там теперь стоит гусь так что не ищите уже с индюком если напишите канал птицевод с нуля то там уже на заставке будет гусь так что это один и тот же канал на этом у меня все ждите новых видео как приедет селезень обязательно сниму вам нового селезня плечистого покажу куда их переношу задавайте вопросы пишите темы для новых видео с радостью для вас все сниму отвечу на вопросы на те которые знаю ну и буду снимать то о чем знаю все друзья всем хорошего дня всем всего хорошего всем пока пока что то недовольный вечно ему что то не так ты забыла попрощаться да ну давай еще ты скажешь до свидания и на этом заканчиваем и что то что то Продолжение следует...